Да нет, Андрюх, никаких врагов, понимаешь, люди сами себе враги, они так устроены, сами себе создают проблемы, потом успешно их преодолевают. Это абсолютно нормальная ситуация. Ты говори, вот эта вот проблема вырождения власти, она же, ну она вечная, вот сколько существует человечество, вся история человечества, это вот циклы, цикличность истории. Сто лет прошло переформатирование власти, сто лет прошло переформатирование власти, и ничего ты с этим не сделаешь. Это не лечится. По крайней мере, это не лечилось при старом, при старых укладах, да, то есть вот в прошлом это невозможно было излечить, потому что управлять обществом без бюрократической системы было невозможно. То есть вот если мы берем там технологический уклад двадцатого века, он подразумевает то, что в любом случае существует бюрократический аппарат. Если у тебя в государстве существует бюрократический аппарат, это автоматически означает, что люди будут передавать власть, влияние и возможности по наследству своим детям, и это автоматически означает вырождение, деградацию власти. Вот и все. Сейчас хрен его знает, да, то есть вот это вот сложный вопрос. Но если исходить из того, что бюрократический аппарат можно заменить на программное обеспечение, ну по крайней мере процессы вырождения можно минимизировать, и последствия можно минимизировать. Вот это вот другая как бы тема для разговора. Это уже скорее мы переходим от социологии к политологии, именно к построению общества. Сама система государства, она что предполагает? Она предполагает, как вот Миша правильно сказал, договор между властью и народом. Вот этот вот договор, он всегда одинаковый. Если власть не мешает народу жить, не мешает в первую очередь, и хотя бы немножко помогает. Хотя муж не до хорошего. Это вот как сказать, это такой баланс. Вот баланс интересов, да, то есть вот на одной чаши весов у тебя интересы власти, на другой чаши весов соответственно интересы. У меня отец всегда говорил, власть может тебе ничего не давать вообще, главное чтобы она у тебя не отбирала. Это ключевой момент. Вот это как раз ключевой момент. Да, то есть для людей, которые встроены в систему власти, для них любой, вот этот вот человек, который, как это сказать, о, ничей, бесхозный. Это, блин, как красная тряпка для быка. Как это так? Он ничей, бесхозный, ни на кого не работает, он никому не приносит прибыли. Это неправильно. Так быть не должно. Вот эти вещи, они работают с древнейших времен, да, то есть вот есть какая-нибудь группа бандитов, да, то есть вот теория оседлого бандита, вот она каким образом ее можно озвучить? Вот какая-нибудь банда грабителей, да, ребята грабили на большой дороге, вот, у них все было хорошо, вот они, соответственно, накопили какую-то определенную сумму денег. Их уже не устраивает вот это положение бродящих бандитов. Они хотят какого-то более серьезного социального положения. Соответственно, вот они имеют возможность найти там какую-нибудь деревню, прийти в эту деревню, сказать, что, ребята, давайте вот, давайте договоримся. Вот мы бандиты, что мы умеем? Мы умеем бить, мы умеем убивать, да. Ну, у нас есть деньги. Мы можем, соответственно, сделать из вашей деревни там какую-нибудь уже большую деревню, поселок, поставить стены. Вас защищать. Вы будете работать. Вас никто, кроме нас, трогать не будет. Это же выгодно. Понимаешь? Это зависит, в каком статусе никто, кроме нас. Если статус крепостного, то это совсем невыгодно. Потому что уже не ты выбирай. Вот здесь, Андрюх, вот здесь мы приходим как раз к очень простому пониманию. То, что договор между народом и властью, он не является статичным. Он не является статичным. Вот когда первое поколение приходит к власти, первое поколение власти, вот оно пришло во власть. Соответственно, оно договаривается с народом на одних условиях. То есть, вот как, например, у нас было переформатирование сто лет назад, да. Соответственно, к власти пришли большевики. Ну, Ленин там это достаточно такой переходный этап. И, в принципе, как бы основной моделью, вот именно социалистического общества, можно считать, именно сталинскую экономику. Это один договор с народом. Понимаешь, в чем суть? То есть, это одна форма договора с народом. То есть, мы вам предоставляем все возможности, да. То есть, что было при Сталине. Соответственно, полностью доступное образование для всех. Это, блин, вот прям вот поголовное обучение. То есть, ликбез, начальное образование. Образование в каждом лагере, да. То есть, вот все, что касается, там, вот этих вот любителей сталинских лагерей. В каждом сталинском лагере существовал ликбез, существовала начальная школа, существовала вечерняя школа, существовали ФЗУ, да. Где готовили рабочих строительных специальностей. Вернее, вот строительных и профессиональных специальностей, да. То есть, там вот этих токарей и так далее, там потом. В каждом лагере. И то же самое происходило и в обычной мирной жизни. То есть, соответственно, вот за 20 лет, вот у нас Путин при власти 20 лет находится. Вот за это время Россия плотно села на нефтяную трубу. Вот все, что мы смогли за 20 лет сделать, это плотно сесть на нефтяную трубу. А все остальное мы проебали. То есть, вот все, что у нас было, вот все советские технологии, абсолютно все. У нас было, блин, собственное там самолетостроение, да? То есть, вот наши гражданские самолеты, блин, катались, половина мира ездила на наших гражданских самолетах. Они где? Их нет. Все это распилено, продано, блин, за рубеж, блин, и так далее. Зато у нас есть Суперджет, Лоукостер Победа, блин, это прям... У нас это все есть, это вообще... Только туда, только я, поэтому не люблю самолеты, я на них не летаю вообще, в принципе. У нас сейчас, Миш, в оборонке, понимаешь? Вот если мы берем оборонное производство, у нас 70% комплектующих импортное. Ага. Представь, оборонное производство, 70% комплектующих импортное. Своего ничего не осталось. Просто ничего. Все, что у нас было, блин, советского, да? То есть, у нас была великолепная система подготовки специалистов. Советская. Это все уничтожено, разрушено, ничего не осталось. Образование убито наглухо. Да? То есть, вот то, что... Все, что сейчас готовят, это менеджер. Да? То есть, это вот мальчиков и девочек, которые могут... Они даже продавать-то нормально не могут. Они вообще ничего не могут. Но у них есть диплом менеджера. Понимаешь? Ах, менеджеры. Это ж вся страна в менеджерах. Да, вся страна в менеджерах. Но при этом никто ничего не умеет и никто ничего не делает. Вот только менеджеров картошки, между ними, свинарников забыли выпустить. А у нас нету сейчас, понимаешь? У нас и картошки нету, и свинарников нету. Вот и когда последний раз выбирался в деревню, вот где-то видел вот сейчас какой-то работающий колхоз. Где, блин, вот у нас в центральной части России нету, просто не осталось. Все уничтожено, все распилено, все распродано. Вот, наверное, даже фермы разобраны, понимаешь? То есть, вот у меня дом в деревне. Вот лет, наверное, 20 назад мы там были, вот от колхоза оставались вот эти вот фермы. Да, то есть, колхоз уже умер, но вот фермы, они стояли. Вот эти вот коровники здоровые. За это время их растащили, понимаешь? То есть, их разломали на кирпич, все это колхозники потихонечку растащили. Сейчас даже ферм нет, ничего нет. То есть, вот вся страна, она, блин, за эти 20 лет уничтожена. А если мы берем, как бы, сталинские, вот, сталинские 20 лет правления, то за 20 лет было построено 9 тысяч предприятий, потому что вдумайся в цифру, 9 тысяч предприятий во всей стране. Было построено 300 тысяч колхозов и совхозов. 300 тысяч колхозов и совхозов. Они все были обеспечены, соответственно, оборудованием, всеми необходимыми, там, вот, все необходимые номенклатуры. К ним были проведены дороги. Были построены электростанции, были построены порты, аэропорты. Огромное количество инфраструктуры по всей стране. Вот представь разницу. Вот это вот разница между взаимоотношениями власти и народа. Вот если власть берет на себя, как бы, это объяснить, то, блин. Вот первое поколение власти, они договариваются с народом, как мы обеспечиваем вам возможность трудиться, работать, учиться, да, то есть возможность трудиться, работать, учиться, как-то реализовываться в этой жизни. Мы вам эту возможность предоставляем. Для вас открываются все карьерные лифты. То есть, вот вы из крестьян можете, блин, подняться до уровня генерала. Пожалуйста, вопросов нет. Ты только, блин, трудись, шустри, работай, делай что-то полезное для общества. И, соответственно, вот эта вот забота о людях. Забота о людях, она в чем заключается? В первую очередь в том, чтобы их не трогать, сука. Понимаешь? Не мешать им, блядь, нормально реализовываться в жизни. Вот это основное. Если этого нет, нихуя ничего не работает. Вот нихуя ничего не работает и не будет работать. А сейчас у нас, блядь, система как устроена? Каждый, сука, мелкий, нахуй, прыщ, вот этот вот гандом, нахуй, у которого есть корочки, блядь, Эликсива, блядь, он искренне считает себя хозяином. А остальные, это рабы у него тут где-то бегают, нахуй, на его территории. Эх, их и покрошит, когда все на обрушение пойдет. Их там будут убивать, убивать прямо, блин, и не успеть даже проснуться. Ты опять начинаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...